МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работники культуры примают веншевание с профессийным святом. На завтра в регионе объявлены оранжевые узроби небезпеки. Зараз об этой меньшем больш подробязни. Металлопродукция – шкло бы давнейшие материалы. Павялишивать поставки этих товаров и поширать экспортный перолик, створать суместные вытворчасти, пропановывать туристичные послуги. Шмат векторность экономичного супрацовництва стала основной темой сегодняшних перомов литовской делегации с керовниством Гомельского облого конкама, Белорусского отделения Гандлево-промысловой палаты и представниками буйных предприемств региона. Обголовных выниках деловых сустрей шарапортаж Марины Северяновой. Знешний гандлевый оборот помеж Гомельщиной и Литовской республикой за 7 месяцев этого года меньше 85 миллионов долларов. Экспортный компонент – 70 миллионов. По оценках экономистов – личбы невеликие. И когда литовские бизнесмены виноватят в этом слабую и внешне гандлевую активность наших предприемствах, то в региональном отделении Белорусской гандлево-промысловой палаты лечить, что складанности возникают в тем лику за непромого соседства Гомельщины с Литвой. Бо пропоновать то, что не ма у Гродна альбо Минску складана. Наш же интерес сегодня во встрече подчеркнуть именно и выделить сотрудничество торгово-промышленных ремесленных палат Литвы и Гомельского отделения торгово-промышленной палаты. Потому что я признаю, что, к сожалению, оно не настолько активно, как активно у наших региональных палат, которые находятся на границе с Литвой. Естественно, транспортное плечо имеет значение, но нам очень хочется активизировать это сотрудничество. До речи, в перспективе в областном центре может появиться совместное литовское-белорусское предприятие по вытворчеству шклопакетов. Бо в связи с Гомельщиком развиваются поспехово. Зараз заключено черговое бойное погоднение. Кроме того, среди лидеров по экспертам продукции в Литовскую республику белорусские металлургические и речицкие метизные заводы. Вращается вопрос о выходе на этот рынок техники Гомельмаша. В уголе литовцы с цикавостью воспринимают любые серьезные пропоновые. Все интересно, конечно, от металла, от стекла, от волокна, строительные материалы, отделочные. У вас это все есть, и химические заводы. Так что это очень много спектра, надо просто найти только партнеров. У встречи, что произошло в Гандлево-Промисловой палате, уделяли и представники шероху бойнейших предприятий региона. Кожный отримал мягчимость рассказать об своей продукции. Ды так, как зацикавить у ее набитки потенциальных импортеров. Вядомо, что до 60% белорусских товаров требует экспортировать. Это агульная задача для всего промислового сектора экономики. Мы хотели бы увеличить объемы поставок, найти новые предложения, потому что в Беларуси предприятия тоже развиваются, и мы должны успевать за тем, что производится новая экспортоориентированная, скажем, востребованная продукция. Наступная встреча с литовскими промисловцами отбудется уже в этом месяце. Представники жильево-коммунальной господарки Гомельской области наведуют Литву и ознайомятся с процессом сортования коммунальных отходов. А в листопаде бизнесмены нашего региона побывают на объектах, где тепловая энергия выпрацовывается с допомогой биомасы. Дареши, этот опыт будет надзвучай корыстным, потому что в производстве эксплуатации белорусской атомной электростанции треба не только нарушивать споживание электроэнергии и уменьшать применение газа, но и активно выкористовывать биомасу. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня коллективу представлены новый прокурор Гомельской области. Им стал Державный советник юстиции третьего класса Виктор Морозов. Отповедный загад подписал Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Канюк. Подчас координационного посяжения новый керавник представлены работникам прокуратуры Гомельской области. До речи, как означал сам Виктор Морозов, коллектив ему знаемый. Минавито с работы в органах прокуратуры Гомельской области он починал свою карьеру. С 2008 по 2016 год Виктор Морозов узначаливал прокуратуру Гродзинской области. И вот теперь у якости керавникатор от реального ведомства вернулся до родных пенатов. Сярод приоритетных задач, які оставить новый прокурор, послабление криминогенной обстановки в регионе и увага до профессионализма кадров. Первая задача для любого руководителя – это подбор и расстановка кадров. Мне сразу бросилось в глаза, что пришло молодое поколение, очень молодое поколение, как-то среднее поколение по тем или иным причинам перешло в другие структуры прокурорских работников. Поэтому стоит задача, чтобы эти молодые люди сегодня приобрели достаточный опыт, и достойно представляли прокуратуры тех районов, где они работают. После представления прокурора работники ведомства сфокусировали увагу на пытаниях выконания законодавства у сферы архитектурной и будовничьей дейности. За некольки месяцев прокурорской проверки на территории региона выявлена значная колькость порушений. Это факты самовольного занятия земельных участков, незаконного будовничьего порушения правилов оформления документов и принятия представниками УЛАДы некорректных решений в односно регистрации самовольно занятых земель и объектов бытовництва. За 2015 и 6 месяцев 2016 года принято более 3300 решений, узаканивающих объекты самовольного строительства. При этом только 31 решение о сносе самовольной постройки, возведенной в нарушение строительных норм. Так, еще 13 решений о приведении самовольной постройки в прежнее состояние, поскольку также были нарушены какие-то строительные нормы. Хотя, согласно требованиям законодательства, в обязательном порядке предусмотрен снос незаконно самовольно возведенных строений, которые возведены на самовольно занятых земельных участках. Александр Гамуля, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Гомеле прошел рачистый сход, промеркованный до дня работников культуры. Зараз у этой галине наличивается амаль 1200 установ, у которых працует больше как 6,5 тысяч жихара ургийона. Об их поспехах и досягнениях сюжет Олега Сенцерова. День работников культуры в Беларуси означается в другую неделю Кастричника. Это проруссийное свято затверджено указом президента Беларуси в 1998 году. Своим его лечит десятки тысяч людей творчих профессий, которые уносят значный уклад в захование и развитие культурных спадчанок краины. Сетка публичных библиотек «Гомеля» – это 17 установ, которые наведываются больше 86 тысяч человек. За прошлые 5 годов, дороже, эта леча не изменилась. Причем такая стабильность свечения хучей поспеховой работы, чем наявности проблем у этих установок. Сегодня можно смело констатовать, на супер некоторых прогнозов интернет так и не заменил библиотеки, как и телебачные мирно сусственные с театром. Иншая справа, что установы культуры постоянно шукают новые формы работы. В этих же гомельских библиотеках у Год культуры начали реализацию некоторых новых проектов, накерованных на популяризацию белорусской национальной спадчаны, пеш за все на местовых прикладах. Те ж культурные люди – это творческие особи, которые живут на гомельской земле, плюс творческие вечеры и библия ночи. Как оказалось, это так само эффективная форма популяризации белорусской литературы. Многие из них посещают библиотеку в «Библия ночи» впервые, но в этом и есть цель «Библия ночи» – привлечь внимание к формам, к работе библиотек, для того, чтобы стать интересными для горожан. Сегодня у Гомельской области наличивается 1200 установ культуры, у которых проросятся больше 6,5 тысяч жихаров регионам. Год культуры для них оказался вельми насыщенным. Подчас урочистого сходу, просвеченного просеянному святу, агучивается лишь бы, за неполный год у Галине проведено свыше 100 тысяч разноставленных мероприемцев. Сирот наиболее значных творческий марафон «Одраджение», финал которого прошел в Ельске, фестиваля «Бирогиня» в Октябрьском районе и народного гумора в Калинкевском, но особливо насыщенным оказался версин. В этот день белорусского письменства и Сожский карагод, и Клич Полессия, и Дни культуры Гомеля у Российской Федерации, и шмат-шмат падей. Так что нам только по Гомельщине можно сказать, что этот год был вельми плённый. Но экономичные выники и минулого года, и этого года свечать об тем, что работники культуры Гомельщины працуют и на духовное добро, а лепрогатым и зарабляют пазобюджетные сродки. У найновшей истории краины представник установы культуры Гомельской области сегодня-то упершиню обранный членом Палаты представников национального схода Беларуси. Это факт, который можно расстоянивать как свечения высокого профессионального узровням местовых специалистов, особливо подкресливается подчас врачи с гасходом и экологичный протяг, уручение заслуженных узного род представникам Голины и концерт, який можно назвать, ящий и творчий скороздачий региона. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель. В Рашинском районе сегодня так само собрались представники одной профессиональной сферы, а ли – розных поколенев. С будущими специалистами сельской господарки сострелись ветераны гэта Голины. Инициатором акции «З любовью до людей и земли» выступило Гомельское отделение Белорусского фонду «Миру». На первой встрече проекта побывала Ганна Ковалева. У этой зале будут шея специалисты аграрной сферы, а маль 300 навученцев Рыльческого аграрно-техничного лицея. Перед ними на сцене ветераны войны и працы. У минулом головные агрономы и керавники колгасов. Колисти на местах навученцев были и сами. Яны распавели молодым, каким был их проценный шлях и дали парады, как досягнуть поспехов по будущей профессии. Акция, которая проводится в этом лицее, мы ее назвали «С любовью к людям и земле». Наша главная задача и цель сегодня ну, во-первых, почествовать наших заслуженных людей. Мы им уручим наши благодарности, памятные сувениры и чтобы они встретились с молодежью, которая завтра пойдет работать, рассказали о своем жизненном и трудовом пути. Не глядяши на столу взрослых, некоторые с ветераном и зараз працуют. Рыкор шпаков Амаль Паустаготе, узначаливая рыжеский колгас 50 год Кострычника. Сырот шматликих у знагородных званий орден Ленина, орден червоных гостях и звание заслуженного работника сельской господарки. Совсем кажется недавно, а это было давно, что мы были такие, как они сейчас. После окончания службы сразу выбрал сельскохозяйственную академию. Всю жизнь верен этой профессии, которую выбрал. Если бы жизнь начиналась сначала, то я, видно, пошел бы по этому пути. Я считаю, что я подошел к выбору профессии очень правильно. То есть я считаю, что нужно выбирать профессию, та, которая нравится, а не по принуждению. Слушая ветеранов, я думаю, что они прошли большой путь, и этот путь стоит пройти всем. В нашем регионе акция пройшла в першиню. Идеи уже затекавились на республиканском узровне. Подтримала я ей и управление адукацией, пропонувала зарабить, что готовой. Примать ветеранов, каждый раз будут студенты разных установ адукации. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо «Кампания Гумель» из Рычицкого района. У Калинковичах открылась обновленная автостанция. На реконструкцию будинка, узведенного 30 лет тому, было выдатковано около 150 тысяч белорусских рублей. Подробности в сюжете корреспондентов телеканала «Мазыр». Аутостанция у Калинковичах одна из набойнейших в регионе. Еще годов 10 тому с этого перона что день уезжали несколько тысяч человек. Сегодня подчас всеогольной автомобилизации пассажиропоток истотно поменьшился. Однако комфорт пассажиров для супрацовников станции застается в приоритете. С нее ежедневно отправляются порядка 55 отправлений и порядка 400 человек ежедневно отправляются как по району, как по республике, так и за пределы Республики Беларусь. Три годы тому участку будинка отдали приватному забудовщику под Гандльовый центр. В этот час начались работы пароконструкции автостанции. И сегодня у ЕС сучасный выгляд. Ее место зала чекания, электронное табло, диспетчерская особная охота магазины. За это время мы перон реконструировали, его уменьшили, привели в соответствующий эстетический вид, сделали благоустройство, тротуарную плитку положили, заменили асфальтобетонное покрытие, также провели полный текущий ремонт внутренних помещений, зала ожидания, служебных помещений, которые в настоящее время соответствуют всем требованиям красоты, безопасности и удобства пассажиров. А кроме внутренних районных маршрутов, пассажирам автовокзала доступны рейсы в Гомеле-Минск, а так само краины близкого Замежна. Светлана Грудько, Катярина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал Мазур, специально для телерадиокомпании Гомель. Сегодня означается сусветный день обороны живел. На Гомельшине доброчинную допомогу братам нашим меньшим на протягу пяти годов оказывая волонтерский рух «Падары им шанс». Загады иснования до его подключились тысячи необаяковых людей. Утымлик у школьники, студенты и пенсионеры. Что год доброохотницкое здорово. С этой метой проводятся доброчинные акции, где звычайные жихары могут знайсти сабега даванца, або покинуть охварование на утромание бездомных кошек и собак, которые опынулись на улице. Дарайше первым знайсти шатрехногим сабрам новую семью, их пралечивают, стерилизуют и пришапляют. Эти медицинские манипуляции каштуют немалых выдатков, а тому, что дня у интернет-просторы волонтеры вымушены звертаться с просьбой о допомозе. Мы очень благодарны нашим неравнодушным гамильчанам, которые каждый день отзываются на наши просьбы о помощи и я хочу сказать, что таких людей очень-очень много. Мы благодарны любой помощи, как кормами, лекарствами, финансами, на оплату операций, транспортом. Любая помощь для нас существенная. Даже порой бывает 100-300 грамм корма играют для какой-то передержки действительно существенную роль. На завтра в регионе объявлены оранжевые взрывы небеспеки. В подавленных областных гидромедцентрах в ближайшие сутки заховается повношный исходный ветер порывами до 15-20 метров за секунду. Шакаются дожжи часом мощные. Температура поветра в ночи в складе 5-10 градусов в день повысится до плюс 16. В наступные двое суток на дворе так само будет ветреным и неустойливым. На этом выпуск завершенный у студии працавал Явген Пабалавец. Усяху доброго и до встречи в эфире.